Я должен перед собой поставить вопрос, чего я хочу достичь. Я ни разу себе этот вопрос не задавал. За все 20 лет работы я не спрашиваю себя, чего ты, Саша, получишь вообще. Вот, как говорится. Поэтому я боюсь, я никогда не отвечу на этот вопрос. Вы в этом смысле умеете делать совершенно бесполезный человеку. Извините. То есть, в чем-то другом я, может, вам помогу, но, может быть, в опыте каком-то там и так далее, но вот в этом точно нет. Наверное, ну, люди разных складов. Бывает, я приближу к людям складов, там складов, у которых как-то все получается немножко само собой. Не представляешь, они такие гениальные, ну, как тот Казик так. У них и, извини за выражение, Факапу случаются такого рода, вот, совершенно спонтанно, которые они тоже не могли предугадать. Может быть, все просто куда умеют. Не исключено. Скорее всего. Вот. И удача какие-то, и, там, я не знаю, карьерные движения, там тоже происходит как-то, в общем, мало зависимо от них. Я не знаю, чего я хочу добиться, правда. И на фоне я спрашиваю какие-то вопросы, типа, а вот, где бы ты хотел работать, вот, чтобы прямо вот работа мечты, там, куда-то там. Ну, я не знаю. Я в Москве, особенно образца прошлого года, вот, до смены генерального директора нашего, прям была работа мечты, которая... Это очень хреново, когда ты пришел, знаешь, в возрасте 22 лет я пришел и сразу нашел работу мечты. Это вот прям, знаете, обламывает страшно. Ну, люди некогда есть, все стремятся, туда-сюда, опять-таки. То ли мне мало надо, то ли, что у меня как-то все и так здорово. Единственное, что есть все время, у меня другая проблема, у меня есть все время как-то мысль, что завтра все это не в смысле радио, да, ну, или моя работа, да, а в смысле какой-то мой запал что-то делать, ну, моя, собственно, там, внутренне вдохновение вдруг куда-то пропадет. Я вот этой апатии страшно боюсь каждый день. Я засыпаю с ужасом. В общем, просыпаюсь с первой мыслью, а вообще как-то хочется ли мне на работу? Вот. Ну, не, разумеется, что там бывает очень холодно выходить дома или еще что-то, или рано вставать, там, безусловно. Но мне ни разу не было так, именно с этим я имею в виду, потому что я много людей еще успел поработать и бывало по-разному. Мне ни разу не было так, что мне туда противно идти и не хочется этим заниматься, или в какой-то эфир, там, не дай бог, так. Мне ни разу не было ни разу. Я ужасно боюсь, что это когда-нибудь исчезнет. Вот. Извините, если я ничем вам не помог. А вы крыло и знаете чем? Вам нужно всем идти работать на рэпе. Вы что-то глядете в полиметраж? 14 вагон, все. Александр, у меня вопрос. У вас есть какая-нибудь в то же время, делая недавнее событие, было нападение на право защитной организации? Соответственно, о деятелях одной стороны или другой? А там кто другая сторона? А вы уверены? Я уже не уверен. Я не понимаю на веру, как вы говорите, то есть я могу подозревать, что, видимо, там и есть люди близкие к нему, наверное. Я не знаю, но у меня нет никаких данных, кто другая сторона. Ну, я думаю, что власти в любом регионе, даже в таком своеобразном, как в Чечне, они должны сделать все, чтобы порядок сохранился и поддерживался. И нападение на правозащитников – это очевидное нарушение правопорядка. А вообще абстрагируясь от того, что… вообще вот, от всего, что вы хотите сейчас спросить, абстрагируясь. Просто вот, будучи абсолютно прямо. Именно власти ответственны, они, собственно, для того и существуют, чтобы поддерживать правопорядок. Мы понимаем, да, или мы можем себе представить, мы можем предположить, что, может быть, власти за этим стоят. Вот, ну, вы так спросили. Я не совсем об этом спросила. Я не веду именно за то, что выселять родину, семей, беби-беби, или, соответственно, уничтожить. А вот это я не уведу. Это я не скровоцирован. Соответственно, если бы я хотел так последовать. Ну да, вы… ну, трудно отвечать на вопрос, который, собственно, уже подразумевает ответ. Вот. Вы сами уведите меня… Может быть, какое-то мнение? Сами уведите меня отвечать. Ну, чё, господи, по-моему, я, мне кажется, право без хвалидов. Я когда считаю, что что-то очевидно, я не считаю, в нужном это произносить, и люди не понимают. Вот. Это проблема моя. Я в них стремился изменить. Окей. Ну, родственники не могут быть ответственными и по нашему уголовному кодексу. Им вообще просто по здоровому смыслу. Вот. За то, что делают те или иные люди, там, террористы, они не террористы, не важно, крадут ли они сосиски и убивают людей и так далее. Это другие люди, у них другая жизнь. Каждый отвечает за себя. Мы можем отвечать за несовершеннолетних детей, если они что-то натворили. это наша ответственность. Безусловно. Абсолютно. И то там с ограничением. Как люди могут отвечать за своих родных? У каждого там еще в своей ситуации есть. Кто почему там пошел в эти террористы и так далее. Например, что это слабость власти, если ты борешься не с террористами, а с женщинами и детьми, которые живут в этих домах. Вот. Я понимаю, что, возможно, кто-то из этих родственников поддерживает террористов. Возможно. Ну, найдите багажей эту поддержку, осудите. Есть в этом силу власти, что действует законным путем. Действует незаконным путем, то еще и вот в таком гибридном стиле, то есть когда это не приходит правоохранительные органы, разумеется, а какие-то якобы там непонятные люди, бандиты, 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 сжигают дома. Но это совсем, мне кажется, не очень, совсем не здорово для власти, которая считает себя законным. Мне кажется, она должна найти их и наказать, если она считает, что они сделали что-то против закону. И мне кажется, что никогда власть не должна провоцировать людей на нарушение закона. Более того, на насилие. Провоцировать людей на насилие – это особенно для власти. Это экстремизм. Провокация на насилие – это самый крайний экстремизм. Когда власть занимается экстремизмом, это очень страшно в этой стране. Это прямо какая-то приватность. Пожалуйста. 13 декабря Министерство обороны Швеции зафиксировало наш российский самолет военный, который чуть не соступнулся с пассажирской земле. Сегодня Министерство обороны России опровергло эту информацию. Сказали, что такого не было. И вот журналистам, как в таких ситуациях себя вести? То есть есть две точки зрения, которые взаимоисключают друг друга. Нужно давать свой комментарий к этому, чтобы читать его в блогрании? Или просто даже читать себя наедине? Это всё зависит от жанров, в котором вы работаете. Если этот жанр чистой информации, вы даете две точки зрения – и всё. Вот. Если они существуют. Если на тот момент, когда у вас есть информация одной стороны, вы говорите, другая сторона пока не давать комментарий. И старайтесь взять его как можно скорее, если это возможно. Дальше, после того, как у вас есть две стороны, вы можете подобрать некий бакграунд, некий бакграунд, что раньше уже там шведские или вооруженные силы НАТО или кто угодно уже заявляли об одном случае. Напомним, что там была подводная лодка, её не искали и не нашли. И каждый раз министерство обороны последовательно опровергало всё это. И ни разу никакие факты не подтвердили, допустим, если это так фантазирующее. Вот в чём ваша работа. Если у вас нет источников каких-то в шведских военных структурах, в структурах НАТО, в наших военных структурах и так далее, которые могли вас как-то просветить по этому поводу и дать дополнительную информацию, возможно, тоже дезинформацию. Если вы просто, как я занимаюсь властями, просто анализируете разные источники не ваши, как правило, как правило, публичные источники, то вот в чём ваша работа заключается. А если, допустим, вы введёте колонку и высказали там своё мнение в этой ситуации, допустим, вы ввинили одну из сторон, потом через месяц буквально это всё раскрывается и оказывается, что вы были неправы, это будет клеветующая операция? Ну, не знаю, как... Возможно. Не исключено. В юридическом смысле здесь довольно трудно говорить. Но думаю, что может, почему нет. Вполне. И та сторона, которая была оклеветана по её мнению, может подать, по-моему, теперь не только в суд, но и в прокуратуру, поскольку клевета является уголовным преступлением. Согласно нашему изменённому законодательству, вроде бы, и может вполне. Ну, это подразумевает ваш жанр, как бы. Можно не... Ну, там существует масса уголок, которые позволяют вам избежать креветы. Ну, например, вы можете не обвинять одну сторону, говорить, вот, одна сторона виновата, а, например, написать что-нибудь вроде предположительное или как кажется, не исключено что, или так бы. Дело в том, что мнение суждения, оно не подсудно. Вот. Если вы говорите вот этот виновен, что он украл, это одна история. А если вы говорите, мне кажется, что он украл, ну, вам может кажется, всё что угодно, понимаете? Вот. Поэтому у того, кто ведёт колонки, у того, кто работает комментатором, у него масса всяких. Или, например, злые языки утверждают кто? Ну, у него масса разных уголок для того, чтобы именно избежать ответственности, возможно, и в то же время донести свою мысль до... Я прямо скажу, что я уже говорил, я прямо скажу, что, как бы, мне нравятся колонки всякие, я сам веду на Deutsche Welle вот теперь уже колонку, но мне кажется, что важно предоставить читателям весь спектр вообще мнений, там, точек зрения, главной информации по этому поводу, мне кажется, что читатель может разобраться. Но давайте они комментарии, мне очень нравится, как делает Медуза сейчас, когда они берут интервью и после вставляют какие-то вставки в бэкграунд, и ты понимаешь, на чём они ловят интервьюеры, хотя во время интервью это не звучит. Тоже можно спорить, этично это или нет? Мне кажется, вполне. Вообще, наши профессии... Ну, то есть, нет, это неэтично, но это профессионально. Ну, наша профессия неэтичная, я считаю. Ну, вот так бывает, неэтичные профессии какие-то. Вот одна наша одна из них. Если, там, ищешь этичные профессии, надо что-нибудь другое играть всё просто. Вот. Спасибо. Да. Друзья, давайте заканчиваем с вашим названием. Спасибо вам. Спасибо большое. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...